итак тема нет своей земли собственности государственной регистрации значит у вас нет родины вот и за эту землю вы цепляться не будете но если вы поставили ограду вот если вы построили дом если в этом доме живут ваши дети надо будет двустволку возьмете в руки слава богу никто не мешает нормальному человеку зарегистрироваться зарегистрировать оружие купить его с какими-то там понятно условиями охот билет что надо знать надо сейчас хоть билет купить то есть не купить а получить зашел в эту регистрационную как она называется господи я уже все забываю возраст знаете ли короче не надо быть теперь как раньше селеном отрабатывать там много было глупости связано с участием в этих в охотничьих обществах сейчас проще самое главное быть без этих без хвоста в виде каких-то нарушений и вот вы имеете возможность защитить свою землю свое имущество своих детей с помощью обыкновенных двустволки ну и сотни патронов лучший картечь эффектно оружия мск так вот это к слову если вы на земле вот без оружия не обойдешься это чисто практически совет старого охотника потому что трудные времена вот в ближайшей тайге козу дикую добудете вот четверг сужьем не делал например ночью с панарем и с охотчим ружьем стрелял на лимов вот вам уже и рыбалка много чем можно предложить чеку как которого было даже помню одно время кличка была бывалый вот чем-то видимо маргунова напоминал евгения маргунова и вот так переезд всей страны частный сектор хвастаться тем что мы как никогда много строим девятиэтажных 15 этажных 25 этажных домов эти клопов я даже не знаю как по-другому назвать клоповники или эти самые душегубки опасные смертельные попробуй спасись от пожара будешь прыгать 25 этажа вот сигать вниз и вот и вот тогда нужна альтернатива и все дальнейшее строительство должно быть направлено на землю можно строить уже как у нас сейчас многие строят кирпичик за кирпичиком многие годы чуть заработал вот уже фундамент отлил вот и так вот как просто перестроить этих высотных домов на типовые дома как и быстро строили за одно лето помните сотни сразу домов сгорало люди таких случаях государство пускала слезу и строила строила часто некачественно вот спешили отчитаться людей появилась крыша над головой и жилье гораздо лучше чем было до того многие до пожаров этих лесных степных жили просто в этих самых старых старых полугнилых домах с протекающими крышами это было большинство населения сельского нас так и живет сейчас и так значит типовое строительство в этих самых где у каждого по гектару только написал заявление вот тебе строят рассчитываться будешь 50 лет самое главное государство деньги есть она никогда не знала куда их девать вот что мне всегда она не знала куда деньги девать уже бы давно все отстроились уже бы я назвал цифру 100 миллионов наших россиян которым надо раздать землю я имею ввиду половозрелых вот может быть все включая младенцев но это вопрос уже второй спорный а так получается что что делать то получали гигантские деньги это было страшное время но самое страшное когда не знали куда деньги девать не знали не знали эти деньги назвали это фонд будущих поколений но нынешнее поколение недокормленное отравлены этим фруктами овощами этими нитратами вот это самое с гниющими зубами потому что не хватало никаких денег на то чтобы вырастить просто здорового ребенка вот вы не в курсе есть поверьте я не преувеличиваю я вижу то что вижу вокруг я помогал десяткам людей к сожалению только 40 человека больше ничем помочь не мог им вот и тогда эти деньги откладывали откладывали и отложили как были мы вот настоящая бедность у нас 50 процентов 70 любая цифра берите вот к сожалению и сейчас еще уже не те деньги зароны газопроводы вот ограничения в это самое в импорте и тогда получалось получилось что момент упущен когда всех можно было наделить нормальной желтой площадью и землей а она что она требует ничего да потом подвести на себя ли грунту это самое запросто это гравиновую землю эту дорогу хотя бы гравиновую хотя бы электричество но ведь это загрузка промышленности это так здорово когда все это надо потребность в этом есть закрутилась зарплата есть только потому что у нас денег было некуда девать как жалко этих миллионов каких миллионов миллиардов сотен миллиардов долларов вот все это впустую ушло потому что о людях меньше думали но если чеку все таки дать этот самый гектар вот где-то сам где-то кредит возьмет вот есть еще о нем подумать сделать так чтобы от этой земли польза была представляем человек уже взял думать господи у меня ручей протекает все в рыбное хозяйство завожу делов то 100 камазов с этим с тем же самым гравием и все внизу трубу одну пустил трубу заслонкой чтобы регулировать этот самый уровень воды будущем пруде вот все готово другом месте вот ага здесь я рыбу буду заводить другой гусей 3 уток а это все это уже это уже деньги это уже доходы это уже мясо вот и не опять же из израиля асата этого или там сегипта как картошку это я пример приводил позора страшного позора для страны для сибиряков вот своей картошки нет и вот это только начало пути сколько может человек делать того чего сейчас идет из-за рубежа ну а дальше против протекционистская политика как ведь нам трудно соревноваться по себестоимости с этими же самыми импортными яблоками вот видите это произведено в сибири вот у нее себестоимости никакой нет прошли годы сейчас я к этому подведу прошли годы дерево растет себе растет я к нему не подхожу она вот дает вот такие плоды вот такие плоды вот такие это все разные сорта вот такие вот такие вот такие вот понимаете о чем здесь идет дело в том что это все нужно для здоровья нации вот тут уж точно она будет дешевле привозной помните разговор за морем телушка полушка 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 назовем копейка до рубль перевоз а нам это ничего не грозит здорово вот вот надо чтобы люди умели это делать но не начинать же опять ведь я перехожу теперь на агротехнику ну человек берет и читает литературу вот если бы он читал вот это вот это и вот это это то что сейчас он он может приобрести вот видите вот записки это чтобы возбудиться это примерно как свое время знаете как я люблю отклоняться и так когда у нас советском союзе которым оказывается секса не было секса не было да вот помните знаменитые фразы что в советском союзе секса нет вот а потом уже умнее ничего не могли придумать сексопатологи и сексологи супружескую пару заводили в комнату а там видеомагнитофон и включали самую банальную самую такую пошлую порнуху вот а у них уже люди же этого не умели и знали и тогда они возбуждались заниматься не сексом такой комнате непонятно но придя домой они набрасывали друг на друга это было на вновь вот вот такой прием после но эффективный я такой прием перевожу пример секса это самое на пример тут плохо а тут какая-то а вот так привожу пример перевожу на это вот прочитали эту книгу ну бое боже здесь про эту ротику ни слова вот просто возбудились и сказали я теперь больше без сада жить не буду вот а когда прочитали книгу записка это мне рассказывал чтобы стали таким же как я а когда вторую книгу вот эту оказывается в саду кроме первого года ничего делать не надо вообще но вы же не сосчете за труд взять плитовку если у вас несколько сотен я это считал всегда как ну тоже самое как как физическое упражнение как-то утреннее зарядка называть просто физическая гимнастика это просто для того чтобы размяться и траву скосили оставили на месте другой работы нет немножечко это если вы не собираетесь если собираетесь делать эту работу профессии да придется постараться научиться прививать все тут есть вот вот но это уже будет как знаете как болезнь мое любимое выражение сам придумал садоводство это не профессия это диагноз понимаете это у человека в крови мы жили в райском саду мы были в райском саду всегда вот миллионы лет настолько это было это перешло кинги нашу генную память вот поэтому мы берем бывало как здесь когда-то ведь ничего же не было ведь цианогорцы маньцы и эти черемушкинцы ведь вырастили сады из ничего с нуля но этого поколения больше нет остатки то что бродит наши генах остатки этого она глубоко закопано оно есть только раздайте землю людям насильно что не хочет и мысли нет а то я не хочу о не дай бог не дадут этот самый сертификат дадут мне этот государственную регистрацию на гектар земли ведь мне жизнь тогда полом поломаете мне жизнь мне придется тогда идти и думать что делать то отказываться и два года на это на обустройство первое обустройство первое обустройство это колодец выкопать вот чтобы знать где земля потом где вода чтобы знать что садить для чего и поддержку эти книги первое два года для того чтобы огородить чтобы от этих одуногих и четвероногих хищника огородиться вот и наконец посадить посадки есть значит уже болезнь зашла глубоко так глубоко что возврата не будет но хорошо все теперь вторая регистрация государственная окончательно первое дает право а вторая дает собственность вот так ребята ну вот и тут выясняется что вся нация живет нормальных условиях самых нормальных дети нормальных условиях у них не сыпятся зубы вот вот это должно быть вот это обязательно а перейдя на тему сколько же уже раз мне повторять то неудобно ведь плодородие земли нельзя копать землю а ведь тысячи людей меня слышали но миллионы не слышали что землю копать нельзя плодородие земли складывалось тысячи 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 лет за это время земля стала особой она пронизана червящими ходами в ней живет на каждом этаже там тоже подземные так же как вверх мы строимся дома что и дерево так же как вон они деревья видите у них также разные есть вот каких-то условиях жили первый этаж это штамп он конец собственных деревьев его нет допустим а у сельцевых посадок обязательно есть почему потому что когда-то высота штампа приделась высотой травы вот что-то уже знаете и уже не будете колечить деревья делать искусственный штамп потом следующий этап это вот нижние ярусы деревья потому что нижние ветки они кормят корни об этом не знает никто ни один преподаватель ни одного вуза ну так сложилось понимаете доверчивость привела к тому что преподаватели преподают они садят а раз не садят значит не знают так сложилось понимаете такой вот путь прошел там школьник студент аспирант потом это ой боюсь дальше говорить и так получается следующее если я вы меня поняли что максимальная по дороге земли если земля нетронно и садить надо в нетронутую почву да так аккуратно помните мою учебу привезли тережку землей вот так и высыпали поверх нетронутого дерна и вот туда в эту тережку вот туда уже к разместили в этом в этом холмике пологом очень пологом холмике в ямке сколько корней разместилось и все об туда в почву нетронутую целинную они сами найдут дорогу вот почему они пришли эти корни попадут на готовое то что миллионы тысячи лет ну не миллионы берем ближе тысячи лет формировалась структура почвы и там несколько подземных этажей там несколько структур там перегон этот самый чернозем там глина там что угодно вот научились мы садить как прям в горах научились мы садить непосредственно прямо в граве и ничего растет да как растет такое впечатление что абрикосы именно для граве это и созданы они до сернозема но это потом мета тыка мы сами до всего дошли избавилась бога это сам взять яму выкопать 10 наименований вам пять минут показали одно рассказали там это доломитова ну как же без нее у вас почва так кислая да откуда ж вы знаете ой я сейчас завелся я уже не могу дальше говорить вот это очередная серия кажется 3 вот я не могу иначе ребята поймите вот это и истина вот это то что противостоит дури из миллиардов книг нет не так из миллионов десятков наверное уже сотен миллионов книг учебников из миллиардов бесконечных повторений в виде статьи же этих самых как еще называем это ссылок всевозможных интернет заполонила вся эта дурь невидимая с виду невидимая но она как научила миллионы людей калечить первым делом почву вот на этом почва не тронута почва неприкасаемо неприкасаемо и это здоровье нации это здоровье сада это нет каторги есть работа вот он